Всем привет, дорогие друзья! В эфире Rangame Studio и сегодня мы с вами продолжаем делать то, что мы делали всё последнее время. А как обычно, прежде чем смотреть, что мы будем творить, посмотрим, что мы уже натворили. Вот у нас появилась новая локация, комнатка. В таком вот очень упрощённом варианте. Я в прошлый раз говорил, что в этом видео будет и диалоговая система, и взаимодействие с дверьми-ключами и прочее, но нет. Это мы уже всё-таки на следующий раз перенесём, пока только диалог. Здесь у нас появилась off-sound. Вот такая вот прекрасная. И с ней мы будем разговаривать. Давайте посмотрим, как это работает. Такой вот простенький диалог, но в нём есть нюанс. Первое. Диалог по заветам Divinity мог открыться только в том случае, если у нас есть такая обилка, как разговор с животными. И здесь я это реализовал. Вот у меня есть небольшой скрипт из Charterville Info, и у него, соответственно, есть список обилок. Это просто лист интов, то есть в данном случае это будут просто айдишники, которые будут куда-то ссылаться. На данный момент, соответственно, они никуда не ссылаются, просто список интов. Если я уберу отсюда обилку, которая у него была, и попытаюсь подойти ещё раз к нашей оффце, то она по-прежнему будет с нами разговаривать, но диалог, естественно, изменится. Вот так вот это всё выглядит. Прекрасно. Дальше. Возвращаем сюда обилку разговора с животными. Система также учитывает проверку наличия предметов в инвентаре. В данном конкретном случае наша овца хочет жрать, соответственно, мы должны дать ей какую-то еду. Можем ещё раз повторить. То есть вот мы к ней подходим, она говорит, «Хочу есть», мы говорим, ну как бы, нет ничего. Тут есть какой-то баг с символами в юниче. Она некоторую руку превращает в квадрат, вот там сразу вылетает. Уведомление об этом. Но я погуглил, утверждается, вроде как, что это баг именно не в царестной ютинке, и когда-нибудь они его поправят. И как я это сделаю? Когда-нибудь они его поправят, ну и как бы, пока не главная запчасть, как говорится, на скорость не влияет. Смотрим, у нас теперь есть в инвентаре кусок мяса, можем попробовать ещё раз вернуться к овце поговорить. Соответственно, вот видите, у нас появился дополнительный вариант, что у меня есть мясо. Говорил, она радуется этому прекрасному подарку, и, соответственно, сообщает нам, что здесь в углу можно найти что-то ценное. То, что мы будем искать в следующем видео. Собственно, пока всё. Диалог вот так вот работает. Если ещё раз кликнуть, то он проиграется заново. Как это реализовано? Всё, да нельзя просто. Естественно, всё это хранится в базе данных. Тут без каких-то фокусов. У нас есть по структуре, если смотреть, у нас есть диалог, у нас есть блоки фраз, и у нас есть фразы. Это иерархия. Соответственно, диалог включает в себя блоки фраз, блоки фраз включают в себя фразы. Диалог достаточно мало в себе содержит информация. И он содержит владельца. Это ссылка на NPC, с которым мы будем разговаривать. Это условие, при котором данный диалог открывается в формат текст, потому что это сериализованный Джейсонка будет. Можно ли диалог повторять, был ли диалог уже хоть раз проигран, и его приоритет. На случай, если вдруг у NPC будет много диалогов прописано различных, и условия вот эти вот все совпадут, то выбираться будет по приоритизации. То есть, чем выше приоритет, тем ближе этот диалог будет к персоналю. То есть, именно он проиграется в первую очередь. Дальше у нас блоки фраз идут, и они ссылаются, естественно, на диалог. И ссылаются уже, опять-таки, тут older ID. И это уже не только NPC. Это и NPC, и, собственно, наш герой. То есть, все участники, грубо говоря, диалога. И есть еще отдельный ключик, что ритейлер подразумевается, что одним из участников диалога может быть рассказчик. Как раз та самая фраза, что вы видите странную овцу, она принадлежит рассказчику. Есть флаг, что это самый первый блок фраз, то есть, именно с него будет начинаться диалог. То есть, в теории, по умолчанию, не может быть такого, что в одном диалоге будет два блока фраз, у каждого из которых стоит из First, это нарушает концепцию всего этого безобразия. Приоритет, в принципе, ту же самую срань делает, что и здесь. Дальше фразы. Вот здесь уже, конечно, много всякого безобразия творится. Parent ID — это ссылочка на блок фраз, где он находится. Короткий текст — это тот, который отображается при выборе кнопочки. Длинный текст — это тот, который в итоге уже произносится. Система такая, что, в принципе, можно писать туда одно и то же, и тогда не будет разницы. Либо можно делать, как частенько сейчас уже делают, того из этих Ведьмаков. То, что написано два слова, нажимаешь, а там целое предложение разворачивается. Или как это было в Mass Effect, но там вообще было жуть. Кир, угадаешь, что он на самом деле скажет. Но это отдельная история. Audio — это, опять-таки, ссылочка на addressable для воспроизведения звука, если диалог озвучен. Condition — это вот самое интересное. Это условие, так же, как и здесь. То есть, это ссылка на одну и ту же сущность в коде. Ну, то есть, не ссылка в данном случае, это будет просто сериализованный объект. Но обращаться он будет к одному и тому же механизму. Проверка условия, при котором эта фраза вообще может быть проиграна. То есть, это как раз-таки вот наличие обилок, может быть. Может быть, наличие предмесов в инвентаре. Может быть, наличие выполненного квеста, или взятого активного квеста, или проваленного квеста. Или то, что ты уже с кем-то другим поговорил. Вот все вот это вот фигни, она будет сюда в Condition прописываться. Reaction — соответственно, это сущность, то есть, если туда наоборот, которая меняет игровой мир каким-то образом после того, как ты выбрал данную конкретную фразу. Ссылочка на следующий блок фраз. То есть, сюда она идет. Вот подразумевается, что вся эта фигню можно отрисовать графами, просто вот так красиво на экране, и соединить полосочками. Естественно, для того, чтобы это безобразие редактировать, я буду писать в какой-то редактор. Но это сильно потом, потому что сейчас не хочется тратить на это время. Так, ссылочка на следующий блок фраз. Опять-таки, благодаря тому, что это не просто иерархическая система типа дерева у нас. Не так, что они сверху вниз спускаются, а есть возможность вернуться назад. То есть, у нас может быть какая-то фраза, которая вернет нас там на два блока фраз назад, но из-за того, что произойдет реакция, то есть, произойдет какие-то изменения данных в игре, тот блок фраз, к которому мы вернемся, он может уже тоже иначе выглядеть. То есть, происходит переиспользование сущностей. При этом, это может быть полезно в том ключе, что нам не надо будет создавать очень много одних и тех же одинаковых фраз, просто потому что у нас по умолчанию линейная система диалога. Аналогичная система, как и с диалогом, может ли быть фраза повторена, была ли она уже проиграна хоть раз. И ссылка на, опять-таки, тут анспрос блок называется, ссылка на блок фраз, это для NPC. То есть, вот это для игрока, это для NPC. В том смысле, что NPC не выбирает одну какую-то фразу, которая куда-то нас приведет. Он выбирает какую-то фразу в зависимости от условий, но всего одну, естественно, всегда, потому что он не может нам сказать несколько фраз, не связанных с другом. И после этого, пока эта фраза все еще отображена на экране, нам уже нужно отобразить ответы, которые игрок может сказать. То есть, по идее, я мог бы пользоваться и вот этим вот next-phrase-блоком. То есть, нет какой-то необходимости именно answer-блок использовать. Наверное, когда-нибудь я это переделаю, но вот сейчас просто пока сделано так, поэтому я объясняю, чтобы вы понимали, что тут вообще происходит. И два условия. Это, грубо говоря, ну, здесь интеджер, понятно, потому что скеллайт ничего больше не поддерживает, но это булевые флаги, которые говорят, нужно ли нам пометить данную фразу как использованную, и нужно ли нам пометить весь диалог как используем мы. То есть, иногда бывает, что это не нужно делать, и как бы и не нул, и так далее. Это можно было бы занести в реакшн, но я решил это вынести отдельными флагами, чтобы не нагружать вот эту фишность, потому что ей и так будет чем заняться. Можем посмотреть по данным, как это выглядит. То есть, вот у нас есть два персонажа в табличке Characters с gg с аидишником 1, овца с аидишником 2. Можем зайти посмотреть диалоги. У нас есть один диалог, который принадлежит овце. Условия у него никакого. И, собственно, все. Здесь стоит isRepeatable 0, но так как isUsed у нас не проставляется сейчас, то этот флаг тоже не работает, и мы можем бесконечно его проиграть. В теории нужно было бы где-то ставить isUsed, а потом уже смотреть на isRepeatable. Смотрим блоки фраз. Здесь тоже абсолютно какая-то человека нечитаемая хрень, но можно понять, что у нас есть блок фраз, который кому-то принадлежит, никому-то непонятному, и, соответственно, мы смотрим, что это он принадлежит именно рассказчику. И вот здесь стоит фразочка, фразочка, флаг, а, first, да, что он is first, то есть он самый первый. Потом дальше идет диалог, именно общение, да, игрок овца, игрок овца, игрок овца. И что у нас внутри этих блоков происходит? Тут уже, наконец-то, что-то человекочитаемое появляется. Опять-таки, parent.id нас ссылает именно на блоки фраз. Здесь не очень понятно, кому они принадлежат, но в целом можно понять, да, вы видите овцу, и здесь никаких лишних условий нету. Но есть ссылочка на answersblock 2. Смотрим answersblock 2, который, вот он здесь, да, вот parent.id 2, и мы можем сказать, у нас здесь всего вот таким parent.id всего одного фраза, привет овца. И ссылочка, что next phrase block будет 3. Хорошо, вот next phrase block 3, или вот next phrase block 3. И, соответственно, у нас есть condition. У нас есть condition. Если для того, чтобы овца просто сказала бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ тип reference value reference comparison countable value и countable comparison что это такое тип это то вообще что это за условие то есть в данном случае условия 0 это тип 0 это условия проверки наличия бил ну это там уже в коде вот например у нас другое условие здесь тип 1 это условия проверки предмета в инвентаре дальше reference value это собственно то с чем мы вообще сравниваем то есть грубо говоря в данном случае это айдишник равны единицы reference comparison это тоже там геномка грубо говоря которая просто говорит меньше или равно меньше равно больше больше равно в данном случае 0 это просто строгое сравнение вот здесь например у нас тоже идет строгое сравнение у нас еще появляется countable value countable comparison это мы должны проверить не только наличие этого предмета в инвентаре а еще и его количество в данном случае countable comparison это больше или равно countable value 1 то есть вот вся вот эта срань говорит нам что проверка наличия предмета в инвентаре предмета с айдиш ником 1 в количестве больше или равно одной штук если вот эта хрень выполнится тогда это условие отобразится и здесь же есть уже reaction это вот самое интересное но reaction кстати говоря здесь от condition в единственном числе а reaction с во множественном и наверное есть смысл condition тоже делать во множественном числе но это потом опять-таки на будущее сейчас смотрим reactions это тоже рисунка но она не в единственном экземпляре а как видим это массивчик на массивчик из двух реакций то есть последствий и что происходит тип 4 данном случае это тип 4 и тип 5 я сейчас наизусть естественно не помню но смысл в том что один из них это забрать из инвентаря 2 положить в инвентарь соответственно в данный момент времени у нас происходит что мы должны забрать из инвентаря у нашего игрока предмет с айдиш ником один в количестве одной штуки и отдать этот предмет собеседнику с айдиш ником один количестве одной штуки то есть другу говоря мясо у нас исчезает у овцы появляется у овцы как такового инвентаря нет однако эти условия прописываются одинаково вне зависимости от того есть у сущности инвентарь или нету потому что какой-то момент времени мы же можем отдать предмет по квесту например какому-то нпс и у него инвентарь будет поэтому мы должны не просто у себя удалить но и ему отдать так просто концептуально правильней здесь вот есть проверка на из кенби репитат и какие-то из ник уже поставлены как ноль но все еще у нас и из used расставляется только в одном месте и только для диалога и это вот в самой последней фразе приятного аппетита но это еще не доработано к следующему видео где мы будем там с дверьми работать я еще систему диалогов добью немножечко потому что нужно вот это вот как раз штуку поправить и еще я пропишу еще один диалог чтобы было понятно вообще что эта хрень работает там будет два разных диалога которые будут зависеть один будет открываться только после того как мы полностью закончили предыдущий коде коде вся эта система очень простая сейчас покажу так вот у нас добавился тип интерактивного объекта npc и соответственно у нас есть ссылочка на класс диалоговой системы если мы его еще ни разу не использовали мы его просто создаем кладем и он там лежит получаем информацию об нпс и пытаемся с этой информации начать диалог что тут происходит вот тут прям вся магия это собственно и происходит мы обращаемся к базе данных здесь у нас есть вот condition и reaction наши это вот самое интересное мы вызываем именно статический метод set character info set hero info set вот это страшное слово я его не буду произносить короче собеседник по-русски и это записывает информацию о персонаже именно в статическое поле зачем потому что все наследники этого класса а условия являются именно его чини наследники а экземпляры экземпляры этого класса они будут к этому статическому полю обращаться в рамках одного диалога все равно мы имеем дело только с одним персонажем и именно его условия мы будем проверять с реакцией ровно то же самое только здесь нужно будет проверять двоих то есть это собеседника и героя но система абсолютно конфигственная и дальше что то есть мы пытаемся получить все диалоги от данного npc сортируем их по приоритизации и дальше по ним проходимся получая их условия здесь проверяется вообще есть ли условия и если есть то проверяется проходит ли она то есть на случае если условия нет то мы сразу заходим внутрь если же она есть то мы пытаемся его проверить тут ничего интересного просто работа с юайкой это тоже надо будет переписать это некрасиво но это не суть суть в том что мы берем эту юайку и передаем ей тот диалог который мы получили и передаем экземпляр самого класса диалоговой системы чтобы класс который висит на юайке мог с этим же экземпляром работать спокойно не создавать там своих каких-то не плодить синглтонов или еще кут фигни ты это можно было бы вообще реализовать через инъекцию зависимости например или через какой-нибудь bootstrap ну можно было бы как-то это прокинуть я в данном случае решил что проще прокидывать таким образом потому что все таки если будет несколько персонажей то у каждого из них будет своя система диалогов памяти которая будет хранить именно его информацию и проще будет именно передавать разные экземпляры юайки отсюда ну и мы просто задаем собственно эту фанельку делаем активный что у нас вот здесь проверка кондишен достаточно простой код очень очень он прям вот тупой ввиду того что тут просто и нам к подтипал и мы от нее будем плясать но сейчас например успешный квест провальный квест активный квест они вообще ни черта не возвращают потому что у нас таких сущностей даже нет я сюда это буду прописывать потом скорее всего я это тоже все от че из свеча вообще какую-нибудь могу перепишу а может еще вообще как-то попроще но не суть при том что сейчас вот у нас есть проверка на хазабилити и тут идет прям совсем тупая проверка содержит ли список абилок референсное значение и проверка на наличие предмета сначала мы у инвентаря вообще вызываем есть ли у нас предмет и кстати козабл вэлью то есть у меня здесь ошибка вот так как у меня каунтабл вэлью и референс вэлью в данном случае одинаковые то никто даже не заметил что здесь ошибка и скилзайтом да то есть просто через действ мы проверяем если у нас вообще в коллекции предмет с таким айдишником и потом аналогично про проходимся по каунтабл компарейшн то есть по типу того как мы сравниваем как мы должны сравнивать мы уже собственно каунтабл вэлью сравниваем и к 5 мере референс вот мы получаем опять таки у инвентаря количество предметов и уже полученные вот это количество сравниваем с каунта был вэлью наконец-то вот он пригодился здесь все равно точно так же то есть мы просто через линк получаем предмет если он вообще есть и соответственно возвращаем его количество и тут больше равно меньше ли равно не равно равно то есть все совсем совсем по простому тут дальше есть такие интересные методы получения актуальной фразы из листа по блоку фраз у нас есть блок фраз и мы должны получить актуальную на данный момент фразу и ответы к ней то есть это для npc асфорс соответственно мы get асфорс через phrase асфорс блок даты тот самый который мы хотели кондишен опять-таки точно такая же история как здесь либо он пустой либо мы проверяем что он вообще нам подходит и все это дело возвращается сразу же получается отсюда то есть первым то есть мы проходим цикле по всем фразам который может вернуть npc но возвращаем первую из них которая подходит под условие то есть так уже до говорилось мы сортируем по приоритету и проверяем условия здесь нужно также проверять еще из юзет из can be repeatable но сейчас как я говорил это ни хрена не проверяется то есть это если вы будете сами там переписывать имейте вину то без этого тема не полноценно покажет guess first phrase блок тут ничего интересного тут все понятно и так мы получаем просто все блоки фраз записываем коллекцию и после этого возвращаем отсюда тот единственный у которого стоит флаг из фил ну вот и все где тансфер что еще представляет точно так же мы просто из таблицы фраз выдергиваем все фразы которые нужны для айдишника вот этого самого фраз блока который он спрос блок когда был передан точно так же эксортируем по приоритету и точно так же добавляем результат только те у которых условия соответствуют реальности то есть либо они вообще пфп либо она бьется по данным и возвращаем набор ответов например вот здесь вот если условия что в инвентаре есть мясо но просто вот сюда не вернется здесь вот и смочи провалится и соответственно в ответ не добавится и вот интересно отработать собственно реакцию воплотить ее в жизнь как я это назвал мне показалось это достаточно забавно собственно идем по всем реакциям во фразе и воплощаем их в жизнь здесь тоже все очень тупо и примитивно банальный свитч который собственно да добавить в инвентарь собеседника забрать из таря собеседника забрать из инвентаря героя добавить в инвентарь героя реакции пока больше никаких нет в дальнейшем подразумевается что если мы зайдем сюда вариант шантайп тут все-таки уже немножечко побольше заранее прописано можно начать квест провалить квест завершить квест как минимум и возможно даже начать битву если вдруг казать что-то не то это может привести к тому что начнется бой но это все сильно потом и лайку показывать не буду там все тупо и просто ну точнее не буду показывать вот как как она там работает сама-то она делана вообще есть сама яйки это просто панелька где отдельно текст текущей реплики нпс и ответы это scroll view соответственно там внутри просто панелька с гридбокс нет с вертикал лая леаут группам куда программно добавляются баттоны кнопки вот собственно и все диалоговая система вот так вот выглядит вот так работает да собственно тут больше нечего сказать следующему видео я все-таки доделаю вот эту дверь ключи создам мы будем переходить в следующую комнату и еще пропишу подработаю немножечко диалоговая система под полирую и пропишу для овцы еще один диалог просто для наглядности там было понятно как это все херня работает следующее видео как обычно вряд ли раньше чем через неделю как я уже говорил все таки я пишу все это безобразие только в свободное от работы время поэтому достаточно медленно все это происходит и и чё и чё и все если у вас есть сильное желание поддержать канал и сказать мне спасибо за то что я делаю то можете сделать на бусте там же по качестве благодарности в ответку можете получить исходники этого проекта я выкладываю на каждый актуальные для каждого видео но там я выкладываю кучу всякой фигни том числе арты которые я рисую и просто какие-то свои новости потому что я занимаюсь не только разработка игр так что если вдруг чё если вдруг там будет баба с голыми сиськами нарисованы не удивляйтесь все всем спасибо за просмотр увидимся следующем видео всем пока